Здание бывшего Амурского киновидеообъединения, расположенного практически в центре города, передали Благовещенской епархии. Об этом сообщил Владыка Лукиан на рождественском богослужении, которое состоялось примерно месяц назад. И вот сегодня, уже в этом самом феврале, когда непосредственно епархия должна в это здание въехать, мы поговорим и о самом въезде, и, в принципе, об отношениях религии и недвижимости. Вот такую тему мы сегодня выбрали. Поговорим мы об этом с епископом Благовещенским и Тенинским Лукианом. Здравствуйте, Владыка. И у нас в гостях сегодня кандидат философских наук Ирина Анатольевна Ермацанс. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот эта ситуация произошла, информация об этом была в начале января, и сразу же пошли негативные отзывы амурчан, благовещенцев. Вот почему именно это здание, именно епархии передали, что там будет? Особенность, почему мы попросили это здание, во-первых, оно выставлялось на продажу долгое время, и оно не продавалось. Оно находится в состоянии таком критическом, там требуется капитальный ремонт, очень большие вложения. Мало кто соглашался брать это здание, потом еще делать ремонт. Дело в том, что наша благовещенская епархия испытывает острую нужду в том, что нам необходимо помещение. В свое время православная церковь у нас на Амурской земле имела свои храмы, свои помещения, где были гимназии, где были духовные училища, мужские, женские, епархиальные училища. Была своя семинария, это известно. И в советский период эти здания были у церкви отобраны, часть из них была целиком разрушена до основания, часть сохранилась и перестроилась под какие-то другие нужды. На сегодня, на основании закона, православная церковь может требовать возвращения своих зданий. Но мы придерживаемся другой позиции. Мы прекрасно понимаем, что сегодня эти здания заняты другими организациями, которые также в них нуждаются. И они там находятся уже не один, а пять или шестьдесятков лет. И поэтому по просьбе нашей и по долгому согласованию с областной властью, чтобы не создавать проблемы никому, нам дали в аренду здание, которое никем не выкуплено, никем было востребовано. Вы имеете в виду сейчас это кино-видеобъединение? Да, это Калинина 120. Я считаю, что это здание удовлетворит пока нужды нашей Благовещенской епархии, особенно в то время, когда сейчас нами организованы богословские курсы. И у нас появляется очень много молодежи и детей, где негде им заниматься и учиться элементарным каким-то, и получать какие-то элементарные знания о православной культуре, духовности. И на вот это первое время это здание выручит православную молодежь и детей воскресных школ, которых у нас очень много. И они сегодня, к великому сожалению, проводят занятия, встречи в подвалах, церкве и просто в ужасных таких вот помещениях, которые не приспособлены для встреч, для занятий. Но мы их как-то приспосабливаем. И вот я считаю, что в этом плане администрация города и администрация областной власти, особенно губернатор, очень разумно решили проблему отношений сегодня Благовещенской епархии к нашим нуждам. Если бы появился какой-то человек, который бы это здание выкупил, вы бы свою просьбу его передать убрали? Естественно, мы бы искали бы другие помещения. Здание, вы говорите, нуждается в капитальном ремонте. А средства будут поступать откуда? От жертвователей. То есть это не будут никакие государственные власти, городские участвовать в этом? Нет, конечно. Здание передано нам на правах аренды. И это уже наша задача находить людей, кто нам поможет в капитальном ремонте этого здания. Но здание достаточно старое. Оно имеет историческую ценность? Нет, оно не имеет историческую ценность. Это здание послевоенное. Часто на форуме, опять же, под новостью обсуждение, и народ говорит, что неужели епархии своего места мало? То есть есть там ряд каких-то зданий, помещений на территории города, где занимаются, но занимаются люди. А в то же время детских садов и школ у нас не хватает. Опять-таки, Благовещенская епархия берет это здание не для кого-нибудь, а для тех же детей. Мы берем это для детей воскресных школ. Мы берем это здание для молодежи. Чем приспосабливать старое здание, переборудовать его, делать большие вложения в столье, ну, простите, можно так сказать, то лучше нормально построить новый детский сад именно там, где он нужен. Вы в начале нашей программы сказали, что сейчас церковь имеет полное право вернуть то, что у нее отняли коммунисты еще в начале 20 века. Я знаю, что Ирина Анатольевна писала какую-то работу, посвященную, опять же, обзору исторических и в том числе православных зданий на территории Преамурья. Вот расскажите, сколько таких зданий вообще может быть и где они преимущественно находятся? Сколько из них сохранилось? Ну, так скажем, я принимала участие в осмотре этих зданий. Церквей, отдельных зданий церквей, например, на территории города Благовещенска, было около 10. Но ведь были еще и, например, здания Албазин-Богоруческого женского монастыря, территория эта до сих пор существует. Это квартал Ленина, Политехническая, Фрунзе, Чайковского. Это был целый квартал, который принадлежал, в общем-то, церкви. Здесь был Шадринский собор известный, то есть Свято-Троицкая церковь. Здесь недалеко располагался корпус построенный двухэтажный, Сестринский, где располагались сестры-монахини, приехавшие сюда. Здание было построено примерно в 1916 году. Оно до сих пор есть, это ныне один из корпусов Политехнического техникума. Кроме того, мы знаем, что и во всех учебных заведениях, которые были на территории города Благовещенска, но мы о Благовещенске говорим, находились в церкви, домовые церкви. Это и в духовной семинарии, это нынешняя Дальгау, это и Алексеевская женская гимназия, это нынешняя школа номер 4, это и мужская гимназия, это педуниверситет, ну и так далее. То есть это вот кирпичные строения, которые до сих пор существуют, только они устроены, приспособлены под другие цели. Точно так же, как когда-то была приспособлена под другие цели наша, ныне действующая церковь, я нескорбящая Божьей Матери, как мы знаем. То есть она изначально была построена, как пристроена к епархиальному женскому училищу. Были и другие здания, там, где жили архиереи. Были деревянные здания, которые не сохранились, это на площади Ленина. Там же тоже в центре города, буквально вот на этом квартале, находился кафедральный собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, он был деревянный. Были и свечные заводы на территории города Благовещенска. Был архиерейский дом, там недалеко от Шадринского собора, ну, Свято-Троицкой церкви, то есть бывший дом Лукина, это вот поликлиника Водниковка, как мы знаем, вот на сегодняшний день так она называется, да. Там тоже в начале 20-го века, например, некоторое время жил епископ Никодим. В общем, если так получается, то, в принципе, получается, что полгорода можно спокойно отдавать епархии. Ну, не полгорода, конечно, но, тем не менее, есть здания. Скажите, вот в связи с вышеописанным, у вас какие претензии? Сегодня надо озвучить правильно и громко позицию Благовещенской епархии, исходя из всего. Я хочу сказать, что она очень мирная, очень логичная, очень правильная. Мы не собираемся никому причинять каких-то неудобств. Я знаю, что сегодня по нашему радио спрашивали мнения жителей города и области. Конечно, мне было приятно послушать, когда, например, доярка какого-то акционерного общества рассуждает о политике или говорит, отдать или не отдать. Или там еще какой-то человечек, который совершенно не в курсе всех дел, не представляет позиций ни церкви, ни администрации области и начинает высказывать свои мнения. Ну, может быть, мнение это неплохо, это хорошо, но прежде чем сказать, высказать свое мнение, надо хорошо владеть, так сказать, предметом. Мы не выгоняем никого, мы не требуем, и официально это нигде не прозвучало. Это другое дело. То есть рейдерского захвата не будет? Никакого захвата не будет. Ну, простите, тогда вопрос. Вот сейчас, на данный момент, у вас такое количество прихожан, детей в воскресных школах, молодежи и так далее. Если вот пойдет, как вы хотите и планируете, это количество будет увеличиваться. И этого помещения, соответственно, будет мало. Возникнет через пять лет опять вопрос. А я думаю, что мы решим это с нашей администрацией города и области. Так, а каким образом? Опять какое-то здание будете... Ну, если найдется здание, которое будет заброшенным, невостребованным, а если это еще будет памятник истории и культуры нашего города, еще религиозного значения, естественно, мы будем претендовать. Например, есть такой случай. У нас есть судоремонтный завод. Угу. Вот о нем, кстати, у меня и был один из вопросов. На территории этого завода находится один из первых каменных храмов Албазинской Божьей Матери и архиерейской дачи. Исторически, как известно, об этом знает администрация завода и администрация города и нашей области. В свое время никто-нибудь, а архиерей приютил этот завод. Он отдал свою дачу с храмом для устройства этого завода. И вот Благовещенская епархия совершенно справедливо обратилась к администрации завода. А давайте спросим этот памятник, который находится на вашей территории. Он сегодня толком не используется. Но здание еще есть, оно живо. Конечно, там стоит храм, которому примыкает дом, архиерейский дом. Этот храм небольшой, но он очень интересный, базиличного, лжерусского такого стиля. Очень интересный по своему устроению. Этот храм и дом архиерейский сегодня арендуют какие-то хозяева, которым дали в аренду. Но они сейчас в ряду бивах, что-то они там проштрафовались или проворовались, трудно понять. Ну, по крайней мере, там есть какие-то их производственные вещи всякого рода, там, ну, какое-то хозяйство, от которого не могут избавиться, потому что не могут найти владельца. Мы сейчас введем переписку, и администрация завода идет нам навстречу. Мы скоро заключим соглашение, чтобы использовать совместно и спасти этот памятник и архитектуры, и культуры, и религиозного значения. Тем более, он стоит в уголочке, он очень удобно, интересно расположен, он находится в уголочке территории завода. Настолько, что там можно делать и отдельный выход, и отдельный вход. А самое главное, что даже если это будет на первых порах невозможно, мы можем совместно использовать. У нас сегодня стоит задача возродить мастерские церковно-прикладного искусства, сувениров, чем спокойно могут заняться молодежь и дети наших воскресных школ. Сохранился скверик, очень интересный сквер. А вообще какое-то убранство внутреннее сохранилось? Ну, понятно, цеха, но там... Нет, сохранились только стены, леплина сохранилась старинная. И вот сейчас, в связи с тем, что там нарушена кровля, это все может погибнуть. Вот я говорила о том, что святитель Иннокентий здесь проживал, это место было его проживание. Так вот он как раз именно на этом месте и жил. На территории нашего завода? Да, да. То есть вот я хотела просто уточнить Владыку немножко. То есть архиерейская дача, вот то, что благовещенцам известно, наверняка слышали об этом. Так вот под этим термином архиерейская дача, то есть это даже не одно здание, там было несколько зданий. Это целая территория тоже. То есть вот на этой территории было деревянное здание, которое строилось вообще по проекту даже самого свидетеля Иннокентия. Он там иконостас сам проектировал. А если мы подходим вот уже дальше к кирпичному вот этому зданию церкви, совершенно точно можно назвать его действительно архитектурным, культурным достоянием нашего города Благовещенской Амурской области. Потому что вот именно такой, то есть вот такого стилевого направления у нас еще нет. Вы известны благовещенцам, я думаю, многим известна книга Холкина Чи Юн «Архитектурное наследие Благовещенска». Вот там как раз с фотографиями, с описанием истории, описанием архитектурных достоинств. Этот объект там есть. Она определяет его как псевдорусский с элементами псевдоготики, с элементами вот именно и модерна даже. Что обозначает префикс псевдо? То есть оно не совсем… Ну то есть в свое время, вот учитывая то, что наш город все-таки молодой, просто вводилась такая европейская новизна. Хочется сохранить как бы русский стиль и слегка ломанные карнизы под готику, стремление к готике, но все равно русское приземляет готику. Мы не можем отказаться от наших святынь, мы не можем смириться с тем, что они уничтожаются или просто забыты. Ведь известно, видите, даже говоря, я вспомнил слова, потрясающий стих, написан Александром Сергеевичем Пушкиным. У него есть свои потрясающие слова. «Два чувства, дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному попелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека и величие его». Поэтому, если мы говорим о какой-то просвещенности, о самостоятельности, о желании быть достойными гражданами города, конечно, мы должны в первую очередь обратить внимание на наши памятники, на наши святыни. Но будет ли это восстановление вот этого храма, архиерейской дачи, так и будем называть на данный момент, какой-то визуальной пользы для горожан? «Мы сегодня пришли к хорошим соглашениям, к пониманиям того, что нам надо спасти этот памятник, что туда надо внести жизнь, несмотря на озабоченность администрации завода, что там недалеко находится вредный цех. И с этим мы согласны. Тем более, эти здания находятся не так уж близко и на свежем воздухе. Они не помешают посетителям. Ну а со временем, учитывая то, что оно совершенно находится в стороне, в уголочке, там можно сделать отдельный вход. Но с другой стороны, надо обратить внимание еще на то, что очень часто сам завод на свои большие мероприятия и праздники приглашает священнослужителей. И однажды на встрече, это была даже юбилейная встреча завода, вы знаете, мы проговорили даже то, что у многих там есть желание покреститься, венчаться. Ну и поскольку мы все живые люди, нам придется уйти из этого мира, где-то надо проводить гражданские панихиды. И, наверное, было бы здорово, если человек 40, 20, 50 лет, который отдал этому заводу, с ним бы прощается не где-нибудь в каком-нибудь казенном помещении, а на заводе, да еще в православном храме. Это тоже было бы неплохо. И очень много можно придумать совместных таких мероприятий с администрацией завода, и это все будет интересно, и особенно деткам. Они тоже будут знакомиться, заранее знакомиться с жизнью и работой своих родителей. Вот передают вам какие-то здания, а будете ли вы за них платить? Электроэнергию, тот же самый газ, вывоз мусора, какие-то еще там коммунальные вещи? На сегодня предостаточно таких доброхотов, кто будет помогать, поддерживать. Ну, то есть самый главный вопрос, церковь не освобождается от уплаты никаких налогов, от уплаты электроэнергии? Платим, также состоим на учете фонда, пенсионного фонда, также платим сносы. Это все как все нормальные организации. Другое дело то, что на сегодня некоторые, ну как бы не могут понять, ну где же церковь берет деньги? Церковь живет за счет пожертвований. Если мы видим, что там золотятся купола, там нарядные иконостасы, дарят дорогие иконы, это говорит о том, что сегодня достаточно жертвователей. Почему тогда их не видно на богослужениях? Ведь по большей части прихожане это либо дети, либо бабушки. Ну, это неправда. У нас достаточно молодежи. Другое дело, что, вот как вы говорите, их не всегда видно, но они не стремятся к этому, к показухе какой-то, демонстрировать, что я такой крутой и верующий, и добрый, и работаю, и жертвую. И потом, мне кажется, кто может молиться, тот молится. Кто больше трудится, помогай ему Бог. Вот вы сейчас сказали, что не каждый хочет себя каким-то образом озвучивать, да? А вот у нас сейчас вопросы от наших зрителей уже начали поступать, которые смотрят нашу передачу, и один из них касается такой, не знаю, традиции этой, ну, пока просто назовем факт, когда строится какой-то храм или монастырь, на некоторых кирпичах вырезаются имена тех, кто вкладывал в этот монастырь. Было ли это изначально внесено в православие, то есть еще в давние века? Или это, так сказать, фишка наша нынешняя, 90-х годов, когда братки, отмывая деньги, строили храмы и захотели таким образом себя реализовать? Ну, тут не обязательно братки, как вы выразились. Дело в том, что на сегодня ситуация, естественно, изменилась. Если она не та, которая была в дореволюционное время, и там были не просто богатые, это были купцы, это были государственные чиновники, кто пытался оставить память о себе, о своем роде, о своих родных и близких. Вот таким образом построим часовню, храм или делал какие-то вклады в монастырь. На сегодня для того, чтобы вот эти вклады были как-то более видимы, ощутимы, для людей таких, наверное, как-то, я бы сказал, наверное, ну, черствых, уже пишут на кирпичах имена их родных и близких, чтобы показать и доказать, что этот кирпич пойдет именно на строительство. Ну, с другой стороны, как вы выразились, эта фишка, это вот такая интересная новинка, которая всем интересна, и каждому хочется от себя купить кирпичик. Например, в Ленинградской области, где мне приходилось очень много строить, храму, монастырей, я своим друзьям и жертвователям категорически запрещал, чтобы мне дарили цветы на день рождения или какие-то памятные дни и прочее. Я просил их подарить мне кирпич. И очень многие в качестве даже шутки дарили мне кирпич, а скотчем там прихвачено каких-то там пять тысяч или тысячи рублей, но дарили кирпич. Это была шутка. И в то время это был какой-то такой показатель, что это все мы направляем на строительство. Поэтому способы и методы есть разные. До 1917 года, пока церковь не была отделена от государства, здесь были дотации, так скажем, от государства. Но, с другой стороны, наш Дальний Восток ведь не сразу же, епархия образовалась, и финансирование, кстати, оно не сразу пошло. Поэтому средства изыскивали опять сами. Церковь опять сама изыскивала средства. И опять возвращаясь к святителю Иннокентию, то есть он, например, отправлял своего сына в 1864 году, Гавриила, который для сбора пожертвований в Европейскую Россию, кроме того, церкви, мы знаем, всегда строились, как бы там ни было, какие бы средства ни давало государство, их все равно не хватало. Поэтому люди сами собирали деньги. Ну, известно, что первый храм Христа Спасителя был построен не просто за счет государства или жертвователей богатых людей, а за счет простого народа. И на сегодня так происходит. Если мы сегодня говорим о богатых людях или тех, кто мог бы помочь, то я вам хочу сказать, что сегодня больше всего нам помогает не кто-нибудь, а пенсионеры. Бабушки несут, как они потом обходятся в течение месяца, но они несут на стройку или там покупают на нужды строительства какие-то материалы, тачки, например, оборудование, пилы, бензопилы и прочее. А честно ли это? Брать у пенсионеров, которых и так мало? А церковь не берет. Приносит. Это пожертвование. Если я скажу, бабушка, не надо, вы думаете, этого никогда не звучало? Мы останавливали людей. И нам говорили, это не ваше дело. Я не вам даю. Нас останавливали. Поэтому то, что приносится, мы это все принимаем для дела, на строительство или там на какое-то дело, общее дело. Если человек уже в крайней нужде, то мы делаем тихонько, продуманно, чтобы оказать ему помощь, поддержать его или как-то остановить, вразумить его, что вот знаешь, ты сам без ничего так не делай. Также мы помогаем, занимаемся благотворительной деятельностью. Ну вот что сказать? Вот только за ближайшие месяцы Благовещенская епархия раздала топленникам, будем так привычным языком говорить, сколько? 13-14 миллионов. Это из пожертвований. Представляете? Из пожертвований. Мы поддерживаем какие-то проекты, особенно помощи больным детям. Насколько это мы можем? Но, с другой стороны, мы понимаем, что мы не решим эту проблему целиком для всего государства, для всей области, для всего города. Но если мы говорим о тяжелобольных физически, детях, людях, мы же должны думать еще о душевнобольных людях, о тех, кто нуждается в душевной помощи. И для этого нужны вот такие вот точки, будем привычным народным языком говорить, объекты, храмы, где люди также получают душевную помощь. Мы их тоже должны содержать. Мы должны заботиться о том, чтобы там было уютно, понятно, доступно. Доброе дело. Доброе дело всегда остается добрым делом. И самое главное, оно рассчитано на доброго, вольного, свободного человека. Он навязывает свою волю, или конкретно говорит, вот вам надо только сюда, или прочее, это уже будет по-сектански, это не по-православному. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к людям, кто действительно может помочь такому интересному великому делу, спасению святынь города Благовещенск. Пускай они не остаются равнодушными, и если можно, обращается в Министерство культуры или Благовещенскую епархию, чтобы мы совместно могли сделать такое доброе дело, реставрировать и спасти те небольшие, мало сохранившиеся памятники и святыни нашего края. Мы будем очень рады всем и приглашаем всех к сотрудничеству. Спасибо большое, Владыка. Сегодня о восстановлении храмов в их исторической ретроспективе мы говорили с епископом Млаговещенским и Тиннинским Лукианом, а также кандидатом философских наук Ириной Анатольевной Ермацанс. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин